Всем привет! С вами Encrypted и сегодня мы говорим об обновлении Shanghai в сети эфира, которое запланировано на 12 апреля. Если вы смотрите уже после, то все равно вам будет интересно, что это за обновление и почему вам нужно о нем знать. Потому что оно поможет разблокировать эфирки стейкером эфира и тут в любом случае будет какое-то влияние на цену. Так что неважно, вы стейкер, инвестор в эфир или трейдер, в любом случае вам нужно владеть этой информацией. Поехали! Итак, сегодня мы рассмотрим обновление сети эфира Shanghai, которое позволит валидаторам сети выводить монеты эфира, находящиеся в стейкинге из протоколов, в кошельки или на бирже для последующей реализации. Основной акцент информации направлен на то, чтобы понять потенциал данного события как фактор, который может или наоборот не может оказать влияние на рыночную стоимость 2 криптовалюты. Вся информация в этом видео предоставлена исключительно в познавательных целях и не должна служить основанием для принятия инвестиционных решений, а также рассматриваться как рекомендации или совет по участию в инвестиционных сделках. Do your own research. Итак, начнем с основ. Что такое обновление Shanghai? Обновление Shanghai – это форк сети эфира, который теоретически может оказать воздействие на рыночную стоимость криптовалюты эфир, поскольку позволяет стейкерам и валидаторам выводить эфир из Beacon Chain, что ранее было недоступно. По сути, с этим обновлением сеть становится полноценной в плане консенсуса Proof of Stake. Можно будет не только стейкать, но и при необходимости выводить активы в ликвидное состояние. Кстати, первые монеты были залочены еще в 2020 году. Стейкинг позволяет пользователям получать вознаграждение, пока их монеты остаются заблокированными в сети. Однако до обновления пользователи не могли вывести свои эфирки из сети. В данный момент система работает только в одном направлении. Возможность выводить эфир из стейкинга – наиболее значимое последствие обновления. Но есть также ряд других, менее заметных изменений, которые идут в пакете. Итак, что входит в обновление Shanghai? Любое крупное обновление эфир состоит из одного или нескольких EIP, то есть предложения по улучшению сети. В случае с Shanghai их несколько. EIP4895 – запускает механизм вывода монет эфира из стейкинга. Данное обновление ждали все, кто депонировал собственные монеты в качестве валидаторов. EIP3855 – повышает скорость транзакции. Если немного подробнее, содержит новую инструкцию для EVM, которая помогает уменьшить размер смарт-контрактов и оптимизировать код контракта. EIP3860 – оптимизирует комиссии за транзакции. EIP3651 – удешевляет создание блоков. Обновление Shanghai – это очередной шаг разработчиков к улучшению масштабируемости всей сети. По ранее анонсированным планам в 2023 году будут и другие крупные обновления. Среди прочих следует ожидать внедрения шардинга, который призван сегментировать сеть эфира с тем, чтобы существенно увеличить потенциал масштабирования экосистемы. Теперь, как будет происходить вывод эфира из стейкинга, то есть разблокирование актива. Все монеты эфир, которые были получены валидаторами в качестве вознаграждений, могут быть выведены на кошельки в первые дни. По некоторой информации, количество таких монет близко к 1 миллиону эфиров. Однако, учитывая текущую стоимость и то, что цена доходила до 4 тысяч долларов, есть обоснованные сомнения в массовом единовременном сливе всего объема. Инвесторы понимают, что продавать в рынок по текущей цене после продолжительной медвежьей тенденции, мягко говоря, не очень выгодно. Тем более, что котировка уже ходила на куда большие ценовые рубежи. Есть на что ориентироваться и чего ожидать в будущем. Вывод эфира не будет происходить обвально. Данная процедура будет постепенной и займет определенное время. Так, на уровне протокола будут ограничения на вывод эфир за определенный промежуток времени. Это 43 200 эфира в день после реализации обновления Шенхай. Учитывая данные по количеству эфирок на биржах, такие объемы не смогут оказать существенного влияния на рыночную цену актива. Больший эффект на цены может оказать само ожидание и то, как именно это будут подавать в информационных источниках. То есть, наличие или отсутствие FAT спекуляций на эту тему. Всего в стейкинге эфира по состоянию на конец февраля 2023 года находится около 16 миллионов 836 тысяч, что составляет примерно 14% от общего предложения. 120 миллионов 482 тысячи 576 эфиров. Что интересно, с начала года предложение застейканных монет увеличилось в числовом значении на 1 миллион монет. Средняя стоимость монет за эти два месяца колебалась в районе 1600 долларов за монету, то есть в стейкинг отправился эквивалент суммы в 1,6 миллиард долларов. Тенденция прослеживается в сторону увеличения монет в стейкинге, что принудительно наталкивает на определенные мысли. А это данные от сантимент по количеству эфира на биржах. Данные о количестве монет на биржах с конца февраля 2021 года по начало февраля 2023 года. Как видно по графику, количество эфира на биржах за два года сократилось с 23 до 13,5 миллионов монет. Причем пиковые значения не мешали расти активу при бычьем сантименте рынка. Даже если мы предположим, что из стейкинга гипотетически выйдет 50% монет и все они будут отправлены на биржу, то даже в таком случае общее предложение на биржах составит порядка 22 миллионов штук, что меньше, чем на пиковых значениях февраля-марта 2021 года. В классическом рынке в случае увеличения предложения это с большой долей вероятности моментально бы повлияло на снижение стоимости актива, но в криптоиндустрии последствия могут быть самыми неожиданными. Все предложения могут напротив выкупить крупные игроки, которые также ожидают его, возможно прямо с текущих значений, а возможно да в цене немного опустится. Большое значение будет иметь общая рыночная тенденция, которая сложится на момент проведения форка. Давайте посмотрим на примере флоу, к чему приводили подобные крупные разблокировки токена. Эфир и флоу, конечно, совершенно неравнозначные проекты. Эфир это вторая криптовалюта по капитализации с абсолютно реальной инфраструктурой, а флоу это монета с посредственной ликвидностью, поэтому это просто в качестве примера. 6 октября 2021 года красной вертикальной линией была разблокировка очень крупных объемов монеты. Цена в этот день была в районе 22-19 долларов. Информпространство было переполнено негативными ожиданиями перед разблокировкой. Трейдеры заходили в шортовые позиции, фандинг на фьючерсах был существенно отрицательным, это когда шортисты платят лонгистам. Рынок ожидал, что монету будут сливать, и такие ожидания были абсолютно оправданы. Но что произошло по факту? Отдельные биржи закрыли ввод монет, объявив о профилактических работах. Некоторые биржи не закрывали ввод, но монеты стали доступны к использованию через несколько дней или недель. В течение одного месяца от экстремумов котировка показала снижение на 35-40%, в то время как ожидания были в первый день слив до 1 доллара и ниже. По итогу актив к концу 2022 года показал снижение на 96%, но это общая тенденция всего рынка. Все ожидали слива, который был вполне обоснован, но его так и не произошло. Какой вывод можно сделать с разлока в флоу? Даже в случае с практически невостребованным активом заинтересованные лица не допускают мгновенного обрушения стоимости. Эфир же это проект совершенно иного калибра, иная ценность в целом, и обрушение насколько бы то ни было значимые проценты здесь скорее всего не произойдет, но повышенная волатильность вполне возможна. Снижение если и случится, то повод у него будет совершенно другой. Итак, основная суть обновления Шенхай в том, что пользователи, которые с начала 20-го года стейкали эфир на смарт-контракт сети Beacon Chain, то есть это новая сеть эфира на Proof of Stake, они смогут выводить свои токены, превращая их в ликвидный актив, как собственно и вознаграждение, которое они заработали за период своего стейкинга. В протоколе прописано, что максимально в день можно вывести 43200 эфиров, то есть глобального слива эфира в бирже не планируется. И вообще, как именно обновление Шенхай повлияет на цену актива, на данный момент сказать практически невозможно, потому что очень много факторов, смотря какая будет стадия рынка, какой будет общий сантимент, то есть много-много разных факторов. То есть при бычьем сценарии рынок проглотит этот объем и даже не заметит. При медвежьем сценарии будет очень много зависеть от того, как это будут подавать в информпространстве, какой будет насыпать на этот фут, возможно кому-то выгодно, чтобы цена падала. В любом случае, вы должны знать про то, что это обновление планируется, оно запланировано на 12 апреля, об этом будут много писать, будут писать по-разному, в зависимости от того, как кому выгодно. Ну а вы, как обычно, думайте своей головой, делайте свое собственное исследование, а мы всегда здесь. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых видео, поставьте лайк этому видео, напишите в комментарии что-нибудь, например, о чем бы вы хотели еще узнать в наших следующих видео. С вами был Encrypted, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok